Привет, мои скауты! С вами Кейвайт и добро пожаловать в Бэтмен Аркхем Найт. Мы продолжаем в ней играть и сегодня мы будем смотреть костюмы Бэтмена. И не только Бэтмена, там еще и Робин, и Женщина-кошка, и кажется еще... еще кто-то был. А, конечно же, Харли Куин, Найтвинг и так далее. Посмотрим очень много костюмов, даже посмотрим, может быть, если успеем, посмотрим Бэтмобили. Там очень много всего, правда, так что нужно все успеть. Давайте покажу, есть какие еще DLC здесь. Их очень много, я только быстро так пробегусь, но я о них рассказывать подробнее не буду. Здесь у нас DLC последнее самое, по-моему, оно вообще самое-самое последнее, я имею в виду среди сюжетных DLC. То есть оно добавляет миссии, добавляет какую-то компанию. Очень интересно, я еще не прошел. Здесь у нас и Рассальгул, и Мистер Фриз. Да, Мистер Фриз. Я думал, что я ошибся. Кстати, здесь есть DLC, которая добавляет Бэт Аффлека. Ну, в общем, Бэн Аффлека в образе Бэтмена, который... А фильм выйдет вообще в 2016 году, как здесь и указано. То есть очень круто, посмотрим обязательно на костюм поближе. Я думаю, это очень классная возможность для любителей Бэтмена. Дальше что у нас еще есть? Вот такой есть Бэтмобиль. В общем, здесь очень много всего, здесь есть даже некоторые компании. То есть я еще некоторые упустил, в общем, буду проходить. Само обязательно на канале, наверное, уже не буду делать, потому что прохождение этой игры уже есть на канале. Заходите, посмотрите, если вы вдруг не видели. Оно очень классное. Ну, а мы... Ой, так, опять не сюда зашел. Ну, а мы будем смотреть костюмы. Заходим в витрину. Здесь у нас первоначально открываются Бэтмобили. Но если останется время, если ролик не сильно долгим будет, то я покажу и их. Давайте начинать с Бэткостюмов. Первый у нас Бэткостюм версии 7.43. Это из этой же игры, из Бэтмен Аркан Найт. Это самый первый костюм. И мы за него, по-моему, недолго играем. То есть, если вы смотрели прохождение, то это, по-моему, 2 или 3, может быть, части. В общем, вот такой вот костюм. Позже он заменяется... Да, здесь, кстати, очень круто, что можно прокручивать и все в деталях посмотреть. Посмотрите. То есть, я могу вот так приблизить, вот так опустить. Посмотрите. Я даже вижу кожу Брюса Уэйна. Да, это Брюс Уэйн. Я знаю, что Бэтмен это Брюс Уэйн. Кстати, очень классная еще возможность. Здесь можно посмотреть самого Брюса Уэйна. Давайте это глянем. А, нет, это хаш. Ну, в принципе, разницы не особо нет, потому что хаш это, как бы, копия Брюса Уэйна. Так, возможно, здесь даже заметим какие-нибудь шрамы. Вот, видите, лицо у него собрано по кусочкам. Видите, здесь различные порезы есть. А на шее уже ничего нет. Ну, в общем, это Брюс Уэйн, можно сказать. Ладно. Ой, я вышел немножко. Давайте перейдем теперь к следующему Бэткостюму. Это костюм версии 8.03. Это тот же костюм, но уже улучшен. Он добавляется потом, чтобы мы могли противостоять нашим противникам. Немножко тавтология, но это так, чтобы соперники нас просто так не выносили, потому что у них крутые пушки. А у нас был простенький костюм. То есть, посмотрите, ну, он совсем уж такой ватный. И понятно, что нас простреливали. А этот уже более навороченный, более крутой. Тут даже написано новый костюм против нового врага. Когда у нас появился рыцарь Аркхема. Идем дальше. И это последняя версия в этой игре. Это версия 8.04. Первозданный выпуск устойчивых износов. То есть, это, знаете, такой более стойкий костюм. То есть, посмотрите, как этот износился. То есть, он уже весь обстрелянный здесь. Вот, видите, здесь и пули, и вообще какие-то вмятины. Он весь искрится. Ну, а этот уже более новый, этот более хороший. Вот его и будем носить. Дальше здесь у нас, как видите, закрытый костюм. Но это все потому, что некоторые костюмы нельзя получить даже сейчас. То есть, их даже нельзя купить. Я вот некоторые костюмы здесь покупал. Они вместе с Дилл Сишли. Вот этот костюм закрытый у нас. И вот этот. Я их постараюсь показать, чтобы вы их все равно посмотрели. Ну, какие-нибудь картинки вставлю. Может быть, даже видео где-то возьму. Ну, в общем, это костюмы, которые вы получали за предзаказ игры в каких-то, ну, особых магазинах. То есть, допустим, в геймспоте вы заказали игру, и вы получили эксклюзивный костюм. В общем, там все очень запутано, но эти костюмы просто так не получить. И они действительно являются эксклюзивными. Ну, а мы идем дальше. Здесь у нас костюм из New 52. Здесь он, правда, называется Новый 52. Очень странная локализация, на самом деле. В общем, вот такой костюм. Довольно неплохой, но это не мой самый любимый костюм. Но сейчас он в комиксах актуальный. И да ладно. Вот такой вот Бэтмен. Вот, у него и плащ здесь на ветру. Очень круто, что можно все детально рассмотреть. То есть, посмотрите. Можем даже ткань, наверное, рассмотреть. Ткань нет, а здесь просто такие щитки. Но все равно очень круто смотрится. Вот такой вот костюм из New 52. Дальше у нас идет не менее интересный костюм. Это уже костюм, пришедший к нам из 89-го года, где Бэтмена сыграл Майкл Киттон. Там еще и Джокер, это Джек Николсон. В общем, очень классный фильм. Я его очень люблю. Хотя, знаете, вообще все фильмы, которые я смотрел в детстве, я их очень люблю. Потому что, не знаю, когда ты в детстве смотришь, тебе все нравится и нет ничего плохого для тебя. Вот, конечно, сейчас, если я пересмотрю, то я, возможно, и минусы найду, и какие-то недостатки. Но я этого делать не хочу. У меня в памяти очень классный фильм, где Майкл Киттон сыграл отлично. Хоть и забавный в этом костюме. То есть, посмотрите, у него шея такая соединенная, поэтому движения были, ну, реально очень забавными. Ну, конечно, с забавностью 60... Какого? 66-го года, где в сериале Бэтмен играл. Там вообще, конечно, такой ужас, блин. Ну, как бы это смешно. Это очень круто. В общем, вот такой вот костюм. Майкл Киттон здесь не он, конечно, но все равно. Здесь наш Брюс Уэйн. Хотя вот так на иконке очень даже похож на Майкл Киттона. Идем дальше. Это костюм из Флэшпоинта. Здесь у нас не Брюс Уэйн, а Томас Уэйн, насколько вы знаете. Кстати, посмотрите мультфильм Флэшпоинт. Там у нас и Флэш, и как раз-таки вот этот Томас Уэйн в образе Бэтмена. Очень классный мультфильм. Посмотрите, я не помню, какого он года, но он не старенький. Вот. Здесь у нас вот такой весь обвешенный оружием и крутой экипировкой Томас Уэйн. Там немножко по-другому события пошли. И Брюс Уэйн умер, а Томас Уэйн остался жив. У него вся семья погибла. Он остался жив и стал Бэтменом. А, нет, то есть там, по-моему, все равно Брюс Уэйн был Бэтменом, а вот после этого уже, по-моему, Томас Уэйн решил стать вторым Бэтменом. Что-то вроде этого. В общем, вот такой у него красные глаза, и я, по-моему, в компании играл за него. Очень было круто. Бэт-костюм из Рождества. Хотя как-то очень странно локализовано. Это бэт-костюм из комикса «Бэтмен Ноэль». Он сейчас в России издается. Вы можете, в принципе, зайти в любой книжный магазин, поискать. Может быть, даже найдете этот комикс. Он очень классный. Я о нем наслышан. Я, правда, еще не взялся его читать, но очень хочу. Я думаю, что я не разочаруюсь. Обложка мне уже нравится. Дальше. Бэт-костюм 70-х годов. Здесь он, знаете... Их, кстати, очень верно подписано. Снова в синем. Хотя некоторые подписи совершенно не подходящие. Вот, допустим, «Веселого Рождества». Ну, могли бы что-нибудь другого написать. Допустим, там, это костюмы из комикса «Бэтмен Ноэль», допустим. Это уже более как-то информативно было. И более интересно, чем просто «Веселого Рождества». То есть как-то очень странно. Вот у нас такой «Бэтмен 70-х годов». Весь в синем. Это один из, знаете, стареньких костюмов. То есть он мне очень нравится, потому что я его видел во многих мультсериалах. Я думаю, вы тоже. То есть где «Бэтмен» именно серый и... Серый и синий. Вы часто, наверное, такое видели. Хотя сейчас более актуален черный «Бэтмен». Дальше у нас «Бэткостюм» из летописи «Аркама» или, как правильно, «Аркам Ориджинс». Да, то есть эта игра не входит в трилогию «Рокстаде», но она является канонической, эта игра. Хотя сначала ее вообще не признавали ни фанаты, ни студия «Рокстаде». Она ее создавала именно в «Wordered Brothers». В общем, вот такой костюм. Он, в принципе, неплохой. У него здесь руки слишком большие, как мне кажется. Но у него, по-моему, там какие-то электрошокеры установлены, насколько я помню. Я эту игру тоже проходил, по-моему, даже на канале пробовал. Но я, по-моему, эти ролики удалил. Очень многим почему-то не нравилось это прохождение. В общем, дальше у нас костюм. Культовый серо-черный костюм. На самом деле культовый, потому что он часто использовался и в комиксах. Точнее, долгое время там висел. Кстати, забавно у него здесь пояс. То есть, посмотрите, такой золотой. Какой-то очень классный «Бэтмен» получается. Это стандартный и ничем не примечательный костюм. Но он является культовым, так как он появлялся в ранних версиях «Бэтмена». Не совсем в ранних, но в старых уже, можно так сказать. Дальше «Бэтмен» из первого появления. Это вообще самый-самый первый костюм «Бэтмена». Посмотрите на перчатки. Они здесь фиолетовые, как у Джокера, блин. То есть, действительно, Джокер, видимо, походил на «Бэтмена» какое-то время. В общем, здесь у него черные ботинки, но фиолетовые перчатки. То есть, это, по-моему, самое-самое первое появление «Бэтмена», когда его только начали рисовать, по-моему, в 39-м году. Что-то вроде этого. То есть, по-моему, я прав. 39-й год, кажется. Посмотрите на его пояс. Он вообще какой-то странный. С какой-то медальон непонятный. И, конечно же, маска. Она вообще странная. То есть, рожки какие-то непонятные, торчащие очень, не знаю, странно, да? Вот, правда, как-то необычно. Дальше у нас очень классно. Кстати, по-моему, вот эти все эти стрелочки, это, значит, загружаемые костюмы, да, которые я купил. Стоп. А вот это я, по-моему, получил за предзаказ. Кажется так. В общем, ладно. Точно не помню сейчас. Бэткостюм. Он же еще «Бэтмен Бьонт». Если вы помните, вот в детстве, ну, в 2000-х уже годах шел мультсериал «Бэтмен Бьонт». Ой, и по СТС он тоже шел, я его именно там, по-моему, смотрел. Очень классный мультсериал, очень такой забавный, очень, знаете, футуристичный. Вот, это, наверное, правильное слово. И там, конечно, «Бэтмен Бьонт» по-другому был представлен. Он, там был, по-моему, 18-летний парень. Здесь, конечно, совершенно об этом не скажешь. Это вообще какой-то супер-пупер военный. Потому что, посмотрите, сколько здесь всего, различная крутая броня. Здесь много всего навешанных, супер-ботинки с подсветкой какой-то. Здесь еще что-то. Здесь такие шипы технологические. Здесь технологичные, да, вот. Здесь у нас плащ выдвигается, по-моему. Ну, знаете, такие крылья. Очень круто. Все по-другому выглядит. И маска, кстати, странная немножко. Здесь, посмотрите, черное стекло. Оно как бы прозрачнее даже немножко. То есть мы видим, что там Брюс Уэйд. Вот. Ну, видим его губы, по крайней мере. Дальше у нас идет старый и немножко полноватый Бэтмен. Кстати, вот я не понимаю, меняется ли фигура? Мне кажется, что нет. Вот давайте сравним. Вот здесь вот такой вот Бэтмен. И давайте возьмем... Нет, мне кажется, вот, допустим, если взять Нолановского Бэтмена, то, конечно же, меняется фигура. Это видно. Здесь ручонки такие. А здесь они, по-моему, уже раза в полтора больше. Вот посмотрите. Ну да, здесь, по-моему, фигура поменялась. Это очень хорошо, если так. В общем, это Бэтмен из Тёмного Рыцаря. Возвращение Тёмного Рыцаря. То есть я рассказывал в новогоднем видео про этот и комикс, и мультфильм из двух частей. И как раз-таки на основе этого комикса будет снят... Уже снят фильм 2016 года. Вот. С Африком. Вот здесь такой костюм. Посмотрите. Давайте сравним. Посмотрите особенно на символ. И вернемся к этому. Здесь вот такой костюм. Там уже Бэтмен, конечно, совсем старенький. Очень крутой фильм. Посмотрите обязательно, если вы этого еще не сделали. Вот такой костюм. Здесь он, конечно, еще нормально выглядит. Вот в комиксах он там совсем такой разжиревший уже Бэтмен. И старый-старый-старый. Дальше у нас оригинальный Бэт-костюм Арк. Он так называется. Здесь название очень странное. Я не все здесь названия люблю. О. Кстати, у меня стоит сейчас Бэтмен Бьон. Давайте поставим, не знаю, вот этот. У меня, по-моему, он стоял. Но это костюм из Бэтмен Арком Азайлум. То есть, это самая первая игра из трилогии Рокстеди. Он даже немножко фиолетовый, да? Насколько я понимаю, по цвету. То есть, ну, я это понял по рожкам. Вот в Бэтмен Арком Азайлум там рожки были длинные. И это сразу узнаваемо, я считаю. Да, у него здесь, видимо, такой, знаете, немножко темно-фиолетовый цвет. Хотя почему-то в Бэтмен Арком Азайлум я этого особо не замечал. Думал, что костюм черный. Дальше у нас очень интересный костюм, потому что фильм еще не вышел. Но мы получаем костюм, который можем детально разглядеть. Это здорово, это классная возможность. Что мы можем здесь с вами посмотреть? Конечно же, маску Бэтмена. Здесь она с короткими рожками, что очень мне нравится. Вот такую маску я люблю. Мне нравятся больше короткие рожки, чем длинные. Потому что длинные рожки кажутся уже забавными. То есть, вот это уже как-то более реалистично, я считаю. Дальше у нас... Ну, здесь, конечно, не Бен Аффлек, насколько я понимаю, да. Здесь у него подбородок не такой. Поэтому сразу понятно, что это не Бен Аффлек. Это просто... Прёс, это Брюс Уэйн из этой игры. Но вставлен в этот костюм. Ну, в принципе, нормально. Нам сойдет, я считаю. Вот такой... Посмотрите на ткань. То есть, она очень какая-то странная. Не знаю, что за ткань такая. И она... Вот мне непонятно, почему она из разных каких-то кусочков. То есть, что это такое? Какие-то складочки на костюме. То есть, и они в разных местах. Нет, они... Нет, не в разных. Они симметричны абсолютно. Ну, ладно. Забираю свои слова обратно. Посмотрите на руки. Здесь у него такие металлические вставки, чтобы мутузить просто врагов. Так, хорошо. Что там еще есть? Какой-то пояс такой. Уже немножко потертый. В фильме «Бэтмен против Супермена» там уже Бэтмен будет тоже на старости. То есть, ну, как я и сказал, на основе того комикса. Он уже будет немножко, ну, стареньким. Уже немножко, знаете, продуманным таким. Уже давно в деле, в общем-то. И поэтому у него костюм немножко, видимо, изношенный. Ну, то есть, посмотрите, какой-то вот, не знаю, уже старенький, как мне кажется, пояс. Особо не новый. И мне нравится очень, на самом деле, логотип. Вот эта летучая мышь. Мне она очень нравится. Такая на всю грудь. Выглядит прикольно. Дальше мы идем. Костюм из ТВ-сериала. Я этим костюмом очень часто пользовался на протяжении прохождения игры. То есть, в сюжетной линии. Очень многие просто бомбили из-за того, что у меня был надет этот костюм. Так как в игре, знаете, события очень такие тяжелые, очень серьезные. А я вот в таком забавном костюме. Ну, посмотрите. То есть, он реально очень забавный. Здесь Бэтмен выглядит пухленько, как и, в принципе, в сериале. Вот. И очень многие бомбили по этому поводу. Поэтому я иногда менял, иногда возвращал, в общем. Но мне этот костюм очень нравится. И мне нравится за него играть. Ох уж эти, ох уж эти комментаторы. Костюм из Лиги Справедливости 3000 года. Я тоже за него играл. Вот такой вот костюм. Это, понятно же, что уже 3000 год. Здесь уже будущее. Но костюм, мне кажется, каким-то довольно странным. Особенно рожки. Посмотрите, что это вообще такое. Это какие-то пластины. Они мне непонятны совершенно. Кстати, вот посмотрите, как все детализировано, блин. Прямо реально чувствуется, что это ткань. Как будто передо мной стоит человек. Какая же графика уже пошла. Костюм, мне кажется, очень дешевым каким-то. Вот, знаете, как будто какая-то игрушка пластмассовая. Не очень-то он мне нравится. Но здесь большой логотип летучей мыши. И еще и красный. Знаете, материал и цвет похож на шлем красного колпака. Ой, красного капюшона. Окей, идем дальше. Это костюм из фильма 2008 года. Кристофера Нолана. Темный рыцарь. Где еще Хит Леджер сыграл. Вот такой вот костюм. Кристиан Белл, как вы помните, здесь Бэтмен. Ну, костюм как костюм. Кстати, сохранена, по-моему, фигура. Кристиана Белла, насколько я понимаю. Фигура действительно изменена. И мне очень нравится, что ты, когда надеваешь новый костюм, Бэтмен сразу же по-другому выглядит. Это, ну, это хорошо, я считаю, что Бэтмен сразу перевоплощается. Вот такой костюм с щитками различными. То есть не очень крутой. Вот здесь спокойно можно ножом пырнуть. Хотя у него там, по-моему, высокотехнологичная ткань особая, чтобы она не порвалась. Но все равно, я считаю, что не очень-то надежный костюм. Хотя понадежнее, чем вот этот будет, по крайней мере. То есть здесь вообще никаких щитков нет. Тут хоть ножом пыряй, хоть чем Бэтмена пыряй, все равно. Окей, дальше идет Бэткостюм из мультсериала. Я, если честно, вообще не знаю, что это за мультсериал такой. Потому что я ни разу не видел этого Бэтмена. Если вы в курсе, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Я такого Бэтмена не знаю, не видел. То есть, посмотрите, здесь у него и рожки какие-то странные, и маска странная. Он здесь больше похож на сову. Не знаю, я такого Бэтмена не видел. Может быть, что-то я действительно пропустил. Напишите в комментариях, из какого это мультсериала. Потому что я не знаю. Дальше у нас снова идет запечатанный костюм, которого у меня нет. Но я постараюсь найти снова какой-то материал, чтобы вам его показать. По-моему... Да, сейчас не буду говорить точно, но кажется, я вспомню, что это за костюм такой. Это последний костюм Бэтмена. Здесь у нас уже идет Робин. Это снова, кстати, Тим Дрейк. Как вы знаете, есть Робин Ди Грейсон, есть Робин Джейсон Тодд. И есть Робин Тим Дрейк. Вот здесь у нас как раз-таки идет Тим Дрейк. Он здесь лысый. Это из игры Бэтмен Арк Найт. Дальше у нас идет Бэтмен из Новый 52. Ну, не 52, насколько вы поняли. Это актуальный костюм Робина. То есть зеленый и красный. Вот такой вот. То есть он еще здесь с волосами. И это мне нравится, потому что лысый Робин, ну уж совсем как-то не катит. Дальше костюм Робина из Годом Позже. Вообще называется серия, как там, Year One Later, кажется. То есть эта серия запустилась после года... Ай, блин, сейчас запутаюсь. То есть, в общем, было событие в комиксах DC, которое называлось Infinity Crisis. То есть бесконечный кризис. И эта серия, которая называется Year One Later, она рассказывает, что произошло после года. Вот этих событий Infinity Crisis. То есть, что изменилось в жизнях персонажей и так далее. То есть, и как раз-таки этот костюм оттуда. Не сильно отличается. То есть нет зеленого. Но есть красный, и желтый. Все нормально. Ой, что-то игра подзависла. Все нормально. Все очень мне нравится. Канонично, я считаю. Дальше Робин из ТВ-сериала. Здесь он не такой худой. В сериале он, конечно, не такой накачанный. Там просто худые ручки. Но все равно смотрится забавно. Вот нужно было еще этого Робина поставить. Вообще было бы крутяк. Да, и прическа, кстати, волосы тоже такого светлого оттенка. Дальше у нас последний Робин. Оригинальный Робин Тим Дрейка. То есть, оригинальный костюм Тима Дрейка. Так, стоп. Да, да, да. Все верно выбрал. То есть, посмотрите на этот костюм. И посмотрите на этот костюм. То есть, вот быстренько запомните. А, нет. Стоп. Тогда возьмем Нью-52. У кого там были зеленые вставки? То есть, а, нет. Все равно отличается. Да, здесь немножко по-другому костюм сделан. Но все равно, опять же, Чудо-мальчик Юный Титан. К чему эта подпись? Непонятно. То есть, я знаю, что Робина называют Чудо-мальчиком. Но к чему это именно здесь? Непонятно. Это больше подошло, наверное, к костюму из ТВ-сериала. Дальше у нас идет Женщина-кошка. Это костюм из Бэтмен Аркан Найт. Здесь особо нечего разглядывать. Вот такой вот. Ой, блин, у меня здесь и шрам, и различные побои. То есть, вот это вам нужно показать. Обязательно, конечно, вы это будете писать в комментариях, что я не показал. И это. Все. Вам больше ничего не нужно. Дальше у нас офигительный костюм Женщины-кошки из 90-х годов. Очень мне нравится. Это теперь мой любимый костюм Женщины-кошки. Посмотрите, какие здесь дьявольские рожки. Точнее, это ушки, но они выглядят как дьявольские рожки. Уж правда. Здесь у нас идут волосы пышные, черные. И вот такая вот Женщина-кошка. Очень нравится, вообще, Женщина-кошка. Идеально, я считаю. Очень классный костюм. И последний костюм. Это из ТВ-сериала 60-х годов. Я уже показывал вам и Робина, и Бэтмена. И вот Женщина-кошка. Она вся в блестках. Вся такая, знаете, на суэге. Здесь у нее медальончик. Что на нем, кстати? Здесь у нас лев такой. Я не знаю, что это за медальон. И здесь такой у нее золотой пояс. Окей. Окей, будем знать. Здесь еще маска и ушки, конечно же. Но этот костюм, конечно, из 60-х годов. Поэтому он не особо технологичный и не особо крутой. По своему стилю, я имею в виду. Дальше у нас найтинг из Бэтмен Аркхом Найт. Давайте его поближе покажу. Вот такой вот. То есть это на основе костюма Нью-52, но в синих цветах. Дальше у нас как раз-таки костюм из Нью-52. Насколько я понимаю, он не сильно... Нет, нет, отличается. Извиняюсь, он отличается. И довольно серьезно. Здесь уже использованы красные цвета. То есть этот костюм актуален на данный момент. Хотя, по-моему, сейчас Дик Грейсон вообще является агентом какой-то там разведки. То есть про него даже отдельная серия комиксов. Ангоник. В общем, а это костюм из Бэтмен Аркхом Сити. То есть не сильно отличается. Только, по-моему, прическа. Прическа у Найтвинга здесь другая немножко. И вот и все. Особых отличий нет. Дальше идет всеми любимая Харли Куин. Это из Бэтмен Аркхом Найт. То есть помните, что Джокер уже умер. И здесь Харли немножко печальная. Вот такая вот Харли. В платьице. Мы ее видели такой в игре. Если вы помните. Хотя, по-моему, в игре у нее был даже немножко другой костюм. Дальше идет офигительный костюм Харли Куин. Это теперь один из вообще любимых костюмов в этой игре. Это классический костюм Харли. Блин, какой же он. О, как мы включили, такой стал прям ядовито-красный цвет. Мне очень нравится. Вот такой костюм. Блин, клоунский. Очень классный. Ну и, конечно же, как без этого. Всеми любимая часть Харли Куин. Дальше у нас идет Красный Капюшон. Он же Джейсон Тодд. После встречи с Джокером он якобы умер. Потом переоплотился в Красного Капюшона. Вы это, возможно, знаете. Возможно, нет. Возможно, я вам что-то новое дооткрыл. Почитайте про Джейсона Тодда или посмотрите что-нибудь. Есть еще даже мультик, по-моему, отдельный. Я смотрел его. Не особо крутой, не особо мне понравился. Но там рассказана история как раз таки Красного Капюшона. Вот такой он здесь. Вот видите, он здесь в капюшоне. И с красным этим колпаком. И здесь у него символ на груди. Чтобы вам еще показать, вот здесь. Вот такой он еще в игре. Так он выглядит в игре. Без капюшона и без различных курточек. Загружайся. Вот. Здесь, конечно, довольно убойно. Хотя выглядит круто и устрашающе. Особенно вот эти штуки на руках. Как камни какие-то драгоценные. Выглядит прикольно. Хорошо, возвращаемся дальше. У нас там уже совсем чуть-чуть осталось. Но, наверное, не успею показать вам Бетти. Как его? Ой, уже забыл. Что я хотел показать? Бэтмашины. В общем, вы поняли, да? Как они? Нет, правда, как они называются? Бэтмобили! Блин, черт, я уже забыл, как называется Бэтмобиль. Все, пора уже заканчивать ролик. Я уже действительно выхожу из себя. И последний на этом костюм. Это рыцарь Аркема. Я не буду ничего спойлерить. Потому что не хочу, чтобы вы писали в комментариях. Вот, из-за спойлеров мы хотели пройти игру. Возможно, еще не все прошли игру. Потому что на ПК она особо так и не вышла. А приставки не у всех есть в России. Так что не буду спойлерить. Но вы, если играли, то вы сами понимаете, кто это такой. В общем, вот такой вот рыцарь Аркема. Что у него? Маска ходит? Хм. Никаких колебаний нет. Хотя, по идее, он по телефону говорит. Нет, ну вроде что-то двигается в маске. Вот, какие-то волны идут. Он с кем-то разговаривает. Вот такой вот рыцарь Аркема. Видел очень много прикольных фигурок, кстати, по рыцарю Аркема. Именно его фигурок. Вот такие вот костюмы в игре Batman Arkham Knight. Блин, давайте я, наверное, хоть бегло покажу вам Бэтмобили. Потому что ролик уже очень-очень длинный. Мне придется, наверное, как-то еще его урезать. Это оригинальный Бэтмобиль. Это Бэтмобиль, которого у меня нет. Это, знаете, вам бонус такой. Бэтмобиль в стиле 66-го года. Но там будет еще дальше круче. Потом это прототип Бэтмобиль. Он тоже использовался в игре в сюжетной линии. Дальше у нас Бэтмобиль 70-х годов. То есть это, опять же, окрас. Просто расцветка синяя и желтая. То есть оригинальная такая. Очень классный Бэтмобиль в стиле Робина. Очень нравятся цвета. Давайте даже его посмотрим. Он этого стоит. Посмотрите, какой. Весь такой красный и буковки R везде. Вот этот очень нравится. Дальше у нас Бэтмобиль в стиле загадочника. Таинственный. Он очень мне нравится. Знаете, действительно, такой даже немножко криповый. Везде эти вопросительные знаки, какие-то уравнения, какие-то загадки. Выглядит страшно. Дальше костюм в стиле Рокстеди. То есть они сделали свой прототип. Посмотрите, здесь он белый, здесь он черный и летучие мыши. Довольно забавно. Ну, то есть это, знаете, как какие-то пятна, но это летучие мыши. И здесь даже написано, что Рокстеди сделали. Хорошо. Дальше Бэткостюм из 89-го года, где Майкл Киттон играл Бэтмена. Этот Бэтмобиль полностью изменен. Здесь у нас даже предупреждение выскакивает, что этот Бэтмобиль не поддерживает боевые возможности. То есть, как видите, здесь немножко другая модель. И здесь встроены различные пушки. Здесь такого нет. Поэтому здесь есть предупреждение, чтобы люди не думали, а почему мой Бэтмобиль не стреляет? В общем, выглядит он совершенно по-другому. Это совершенно другая модель. Очень классная. И я хочу попробовать именно этот Бэтмобиль в гонках, которые тоже шли в DLC. Вот там, по-моему, где гоночные трассы шли. Дальше у нас Бэтмобиль из ТВ-сериала 60-х годов. То есть, вот такой вот тоже измененная моделька. Посмотрите. Я очень люблю, когда отдаю дань именно этому ТВ-сериалу. Посмотрите хоть одну серию. Вы, правда, не разочаруетесь. Есть озвучки, есть очень классные озвучки. Посмотрите, вам понравится. Он, знаете, смешной, потому что он уже старенький. И там все такое забавное. Вы, блин, будете ржать с того, как Бэтмен забирается с помощью бетаранга. Я вас уверяю. Там очень все это смешно. Дальше у нас оригинальный костюм из Бэтмен Альфком Азайлум. Вот такой вот маленький. Он какой-то, знаете, потрепанный, как игрушка какая-то выглядит дешевая. То есть, очень странный. Дальше у нас тумблер из 2008-го года. Бэтмен, вот такой, из фильма Кристофера Лноуна. Ну, довольно большой, да? Вот согласитесь, вот с этим, если сравнить, то он совсем огромный. Раза в два, наверное, больше. А может быть, даже в три. Бэтмобили из... Вот, кстати, очень тоже интересно. Из Бэтмен против Супермена, который выйдет в 2016 году. По-моему, в мае или в марте. Точно не помню уже на самом деле. Да, кажется, в марте выйдет. Или в мае. Ох, забыл я что-то. В общем, вот такой Бэтмобиль огромнейший. Очень интересный. Даже Зак Снайдер уже на нем приезжал, по-моему, на какую-то церемонию. Кажется, приезжал, да. Вот такой Бэтмобиль. Очень классный. Хочу посмотреть на его действия в фильме. По-моему, даже в фильме будет Джокер. Если я не ошибаюсь, по-моему, камео Джокера будет. А если нет, то в отряде самоубийц этот Бэтмобиль точно будет. И последний, это Джокер-мобиль. И здесь уже, кстати, написано, что это уже не галлюцинация. То есть, если вы помните, то в конце игры там были у Бэтмена галлюцинации, что Джокер жив, что Джокер в его голове и так далее. Ну, на самом деле, Джокер-то уже мертв. И он исчез с лица земли. Но все равно у Бэтмена остаются какие-то старые воспоминания. И боль сохранилась. В общем, вот такой крутой Бэтмобиль. Мне он очень нравится. Я бы на нем гонял. О! Посмотрите, здесь ноги, блин. Забавно сделано. А это руки. И здесь такая улыбка страшная. Божечки. Можем туда заглянуть. И что там? Там крюк. Круто. Довольно круто. Он у меня пока недоступен, но это нужно пройти некоторые миссии. На этом все. Я уже заговорился. Я уже, правда, устал. Большое спасибо, что посмотрели этот ролик. Если вам нравится, если вы хотите каких-то больше роликов по этой игре, может, вы хотите гонки, то ставьте лайки, поддерживайте этот ролик. Мне будет очень приятно. Но этот ролик я делаю только для фанатов Бэтмена, наверное, и для себя. Потому что мне очень хотелось его сделать. Оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал, если вам этот ролик понравился и вы хотите видеть больше такого. Всем спасибо. Всем пока.